Давайте рассмотрим блокировку ключа. Создаем сделку. Выбираем скуты ОПС. Статус. Блокирующий. Заявление. Вид документа блокирующий. Клиент. Арендатор 15. Менеджер Иванов Иван Иванович. Прикладываем доверенность на менеджера. И выбираем пользователя этого ключа. После чего создаем сделку. И давайте заблокируем его по утере. Ключ по утере. Свяжем сделки. Допустим мы знаем. Это не обязательно связывать. Арендатору это у нас свяжет и администратор. Связали. И что мы видим. Мы видим заблокировать ключ по утере. И блокирующий. И у нас есть особый блок. В поле подсказки. Что в случае блокировки нам достаточно пользователь. Причина. Доверенность на менеджера. И договор окончания. Чтобы был больше чем текущая дата. Мы видим что статус у нас блокирующий есть. Пользователь у нас есть. Причина выдачи блокировки у нас ключ утерян. Мы указали эту информацию. И у нас улетело в согласование с директором. Директор после этого делает свое решение. Давайте перейдем в интерфейс директора. У нас произошло согласование. Нажимаем F5. Видим что возврат ключа у нас там требуется после этого. Но это формальное действие. Его у нас должен сделать администратор. Заблокировать ключ по утере арендатора. Все. Возврат ключа. Мы делаем дата времени. Возврат ключа у нас его не было. Возврат принял. Нам требуется указать ID ключа который потерялся. И его короткий номер. И наш ключ блокируется у оператора. Все действие заняло у нас не больше нескольких минут. И ключ у нас заблокирован. В случае если его кто-то найдет он уже не сможет им воспользоваться. Это тоже очень просто. Удобно у нас сделка корректирующая была предыдущей. Нам подсказывает Мегаплан что вот те полномочия мы и заблокировали.